Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Ренат Бакиров. Сегодня в выпуске. Кредитный портфель банков Татарстана впервые превысил полтриллиона рублей. Казанские многодетные семьи жалуются на отсутствие инфраструктуры на бесплатных участках. Казань снова среди лидеров по летнему туризму. На июнь, согласно данным Центробанка, совокупный кредитный портфель татарстанских банков составил около 503 миллиардов рублей. Это на 15 миллиардов больше по сравнению с началом года. Тем временем, свыше половины совокупного кредитного портфеля 20 татарстанских банков приходится всего на трех игроков, а именно на Акбарсбанк, Татфондбанк и Аверс. При этом у пяти татарстанских банков кредитные портфели до сих пор не превышают миллиарда рублей. К таковым относятся Камский Горизонт, Татагропромбанк, Булгарбанк, Автокредитбанк и ИК-банк. В структуре кредитного портфеля, по данным реального времени, в этом году продолжается увеличение доли корпоративных заемщиков. Кредиты населения же у банков Татарстана снижаются, составив около 17%. Фактически, рост кредитного портфеля в этом году банкам республики обеспечили именно кредиты юрлицам, сумма которых выросла по сравнению с началом года на 16 миллиардов рублей или на 4% до 416 миллиардов. У большинства татарстанских банков на долю корпоративного сектора приходится 85-90% кредитного портфеля. При этом эксперты прогнозируют, что, скорее всего, интерес населения к кредитам в ближайшее время падать уже не будет и, как минимум, зафиксируется на нынешнем уровне. Я думаю, что банки будут вынуждены выходить на рынок потребных кредитований, потому что в прошлом году и за прошлым годом был некий затишень на этом рынке, а это достаточно высокодоходные продукты для банка, и банкам нужно зарабатывать, и они ищут новые варианты, ищут новые продукты и предлагают их своим клиентам. Поэтому я думаю, что будет расти предложение со стороны банков по потребительским кредитам. В отношении спроса здесь все зависит от возможности населения, от возможности специальных клиентов банка, и здесь уже такой большой макроэкономический вопрос, общая экономическая ситуация в стране. В сентябре в Казани начнется распределение новых земельных участков для многодетных семей. Для этого уже переданы земли, находящиеся в федеральной собственности. Их общая площадь составляет 639 гектаров. Участки расположены у казанских поселков Константиновка и Большие Дербышки, а также в дачном и красносельском поселениях Воскогорского района. Благодаря передаче республики этих территорий, более 2800 семей из Казани смогут получить бесплатные участки. Их распределение начнется уже в сентябре этого года. Помимо этого, собственность казанских властей продолжают переводить другие земли. У разных концов города. Но за последний год число многодетных семей в Казани увеличилось на треть. Ежемесячно администрации районов регистрируют и ставят на учет от 100 до 120 многодетных семей. При этом основной проблемой, говорят чиновники, остается подводка коммуникаций к участкам. Поэтому даже получившие свои земли семьи не могут начать полноценное строительство, по сути, в чистом поле. В исполкоме надеются на появление в ближайшее время профильной федеральной программы по развитию инфраструктуры. Сегодня наши многодетные семьи на всех уровнях встают в вопрос о необходимости оснащения участков инженерной и дорожной инфраструктурой. Это тот случай, когда наши полномочия не обеспечены достаточными источниками финансирования. Строительство подъездных дорог, прокладка экзопровода и канализация, обеспечение электричеством. Сегодня просто неподъемная ноша для муниципета. Очень тяжелый вопрос для республиканского бюджета. Еще меньше по манятным причинам способны решить этот вопрос сами многодетные семьи. Большой вопрос остается, кроме самой земли, это инженерная инфраструктура, подключение к сетям, дорогам. Здесь мы никого не собираемся вводить в заблуждение. Пока решения нет. И муниципалитет даже с республикой, без участия федерального центра и средств, самих, может, собственников, по аналогу, что-то должно появиться такое, как капитальный ремонт жилого фонда. Без аналогичного решения, без федеральной программы, вопрос коммуникации не решить. Решение ищется, и я знаю, что это предмет головной боли не только Казани, Татарстана, но и всех, кто участвует в реализации этого указа. Поэтому будем надеяться, решение не за горами. Глубина переработки нефти на Танека вырастет до 95%, с нынешних 73%. На комплексе, входящем в структуру Татнефти, запущена крупнейшая в России установка замедленного фиксования. Она позволяет перерабатывать до 2 миллионов тонн нефтяных остатков в год. Установка позволит повысить глубину переработки нефти на Танека до 95%, а также полностью отказаться от производства малоликвидных темных нефтепродуктов – битумов, мазута и гудрона. Замедленное коксование на Танека обеспечит получение высоколиквидных продуктов нефтехимии. На выходе получается кокс. Установка рассчитана на 700 тысяч тонн этого топлива ежегодно. Его будут поставлять на Нижнекамскую ТЭЦ, снабжающую теплом и электричеством за Камскую зону. Продуктами процесса замедленного коксования также являются кислый газ, нафта, легкий газоэль и тяжелый газоэль. В результате Татарстан станет одним из первых регионов в стране, где будет сформирован единый безотходный производственный цикл – от добычи нефти до получения энергии. Инвестиции в строительство установки составили 11,5 миллиардов рублей. В целом же объем инвестиций в Танека за последние 10 лет превысил 250 миллиардов рублей. Казань вошла в тройку российских городов по путешествиям в июле-августе. Сервис поиска по отелям «Румгуру» составил десятку городов России, популярных для поездок с детьми в высокий летний сезон – с 1 июля по 31 августа. В список вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Севастополь, а также Новосибирск, Ярославль, Петрозаводск, Самара и Великий Новгород. Туристы приезжают в Казань в июле-августе в среднем на 3,5 дня и тратят на проживание здесь 3000 рублей в сутки. Петербург приезжает уже на 5 дней и тратят здесь 3,6 тысяч рублей. В Москву уже приезжают на 4 дня, стоимость проживания в сутки здесь – 3200 рублей. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова